Результаты, по крайней мере, четырехлетнего эксперимента и предыдущей истории, которая делась несколько лет, которые все изложены подробно в книжке, картографии, эмоции, выпущенной в этом году издательством «Белестника» подведав Терешлава Храмовича Тетюника. И я сегодня сконцентрируюсь только на самых важных для нас здесь моментах, хочу заранее поблагодарить перед тем, как я начну. Я знаю, что много участников, сидящих здесь людей, принимали участие в этом эксперименте. И участники прошлого конгресса новеллистики в Тамбове, и представители Дома ученых Хайфы. И если я вам это забыла, то все знают, что очень много принимали участие и из Болгарии, и из Израиля, и из России, и много очень людей. Мы здесь говорим про номинистику и про результаты, как будем развивать науку. Но то, что становится нам понятно, что за каждым открытием, за каждым научным внедрением стоит прежде всего человек. И как говорил только что, предыдущий выступающий профессор Тетюник, могло быть все интересно с точки зрения науки, но в конце концов, именно человеческий фактор, взаимоотношения, эмоции между людьми, а также время, необходимое для всего человечества, чтобы быть готовыми принять это открытие, они не менее важны, чем самому наученному лицу. Поэтому в моем исследовании карпатографии эмоций, которое занималось с научной точки зрения, и со статистической точки зрения, и с количественной точки зрения оценкой эмоций, их наших чувств, их возможности количественно быть оцененными, их природой, и все это играла в ум, и в книжке разбирались три основных элемента. Я, как представитель этой физики, доктора науку физики, занимающейся проблемами времени, прежде всего отношусь к пронятию времени. Время не определено в физике, не определено в луках, фундаментальное. Третье понятие в этом заглавии, в котором вы видите, время — элементы стихии и эмоций. Эмоции тоже не определены в науке, их тоже невозможно измерять, то есть, наоборот, каждый человек определяет эмоции и чувства так, как ему это видится. Посредине стоит еще одно интересное понятие, которое объединит сейчас оба этих разных, неопределенных, фундаментальных понятия. Это понятие «элементы». По-гречески это было стихией. До Антуана Левуазье, до XIX века, когда говорили на английском или на латинском, «элементы» относились к четырем первичным принципам сотворения мира — огонь, вода, воздух и земля. Это было метафорой, это было понятие очень ассоциативное. Но потом, когда были открыты химические элементы, наука сосредоточилась исключительно на этом понимании основных блоков строения материального мира и забыла отношение Платона и предыдущих греческих и иудейских мудрецов по отношению к тому, что же такое стихии. И вот, очень интересно я покажу сейчас, что при помощи именно подхода возврата к первоначальному понятию стихий мы можем больше понять и о петь, и о эмоциях. Для этого нам понадобится понять, что в науке, и особенно для эмоциалистов, очень важно не только количество метафорий, он необычайно важен, но не менее важно понять, что мозг действует, как говорил лауреат Нобелевской премии в медицине Джеральд Моррис Эдерман, что мозг действует не только по логике, и не только по математике. У него есть еще необходимость пожертвовать точностью и специфичностью для того, чтобы увеличить свой диапазон. А диапазон увеличивается за счет воображения, за счет метафор. И более того, Эдерман говорил, что первоосновой творчества людей в конечном итоге является именно метафором. Я призываю вас, для того, чтобы понять, что сегодня будет происходить, именно осознать необходимость и включение метафорического внушения. Когда говорят про эмоции, я хочу вспомнить одного из основателей психологической школы, не только российской, но и психологии, Льва Семеновича Выгодского. Он говорил, что учение об эмоции фактически зашло в тупик. Но для того, чтобы его вывести из этого тупика, нужно не просто исследовать, а нужно изменить какую-то базу снов и получить новую основную философскую идею. Для меня при подходе к эмоции такой основной философской идеей послужило учение французского философа Гастона Башляр. В своих книгах он сравнивал метафоры поэтов, родившихся, по его мнению, с различными характерами совершенно, с различным царством воображения. И он писал, что для царства воображения можно постулировать закон четырех стихий, классифицирующих различные типы воображения, в зависимости от того, ассоциируются ли они с огнем, с воздухом, с водой или землей. Он не пытался количественно определить, он только метафорами определял, кто будет являться представителем огня, а кто будет представлять представителем огня. Во всем следующем исследовании моим множеством здесь было это принять позицию Карла Густава Юнга, который тоже очень много занимался вопросами стихий и психологии, и который ассоциировал действительно между стихиями и датой рождения такого или иного человека. Интересно, что когда я наложила такой подход на данные Гастонова Шляпа в его книгах, оказалось, что соответствие полное, что дало возможность дальше перейти к более конкретным исследованиям. Я вам дам сейчас примеры таких образов мышления, именно философии, и именно среди очень известных людей, которые занимались конфидентной эмоцией. Первым человеком, который в науке считается был первым проходцем и заражил основы научных исследований эмоций. Был ядер представителя огня, родившейся в огне. Это Рене Декарт. Для него эмоции, а он написал книжку про эмоции, которая называлась по-французски страсти, passions, то он любые эмоции называл страстями. И для него мысль тоже была проявлением страстей. Для него было ни больше, ни меньше, что если страх существует у нас, то это наше желание испугаться. Или если мы хотим что-нибудь бороться, то это чувство отваги, это наше желание бороться. Что делать, если у юнга именно стихия огня ассоциируется прежде всего с нашими желаниями, с нашими стремлениями, с нашей энерой? Мы сейчас пройдем к другим стихиям и увидим, что так попадается совершенно в другой мир, но продолжаем оставаться в соответствии с традиционным подходом к стихе и с подходом Башкара и юнга. В 1891 году вышла необычайно важная ее психология и книга основная, наученная основной психологии, автором которого был Уильям Джеррибс, представитель, яркий представитель Зенгиры, общества Казироги. Он был представителем полного материализма. Для него эмоций вообще не существовали сами по себе, а только как проявление нашей физиологии. То есть он находил до того, что считал, что если я, скажем, буду сейчас чувствовать себя грустной, то это потому, что я плачу. А я буду чувствовать себя веселой, потому что я селюсь. Это никак иначе. То есть, прежде всего, именно физиология определяет наши чувства. Это было достаточно долго принято там соглашаться с женцем науки, пока пришли представители воздуха. Один из них, Уолтер Рэпфорд Кеннон, провел эксперименты, которые ярко показали, что телесные реакции никак не соответствуют нашим эмоциям. Пока мы не осознаем сами, что, собственно, мы чувствуем. То есть я вам дам к примеру, что экспериментально мы не можем отличить. Если вы на меня будете смотреть сейчас, и я буду плакать, то экспериментально или с вашим воспринятием вы не сможете сказать, плачу ли я, потому что я радуюсь, плачу ли я, потому что я горюю, плачу ли я, потому что мне попало с овеньком глаз. Пока я сама вам не скажу свои чувства и не дам им названия, то вы и не узнаете. Итак, представители воздуха, которые стихи обычно ассоциируются именно с нейтальным уровнем, с возможностью передачи информации, для Кэролла Ризарда, автора «Психология эмоций», учебника для всех институтов по эмоциям, он говорит, что эмоция не может вообще существовать без ее осмысленного сознания. То есть пока я не дам им слово, это не эмоции. Не так думают представители воды. Мы возьмем очень яркого французского историка и психолога Люсьена Февра. Он провел революцию в враче подходе историческом. в книге «Бои за историю». Он, как представитель воды, которая связана именно с чувствами и с эмоциями, говорил очень просто. Пока мы не начнем чувствовать, радоваться или горевать, как представителям тех поколений, историю, которую мы описываем, мы ничего об этом не узнаем. Ничего. Но более того, он вел еще понятие, что эмоции не сделаны мисты, они эмфильционируют во времени. Итак, мы знаем 4 понятия. Мы видим, что 4 очень уважаемых ученых, философов. Каждый по-своему смотрит на мир. Нам остается при этом только вспомнить слова от принцесса Бэттона, основоположника естествознания, который говорил, что противовечие между людьми скорее всего происходит от того, что каждый, глядя на мир, предносит и свое собственное мировосприятие, накладывая лучи своего собственного духовного мира на то, что он видит вокруг. Ну, для того, чтобы немножко развеселить, я вам скажу, что также писал и Майловский, уроженец особого часа, часа Феникса, времени, когда приходили на землю необычайные поэты, писатели и большинство лауреатов Нобелевской премии поэзии. Стихи о рашнице русов. Лошадь сказала взглянуть на верблюда. Какая гигантская лошадь ублюдо! Верблюд же вскрещал. Да, лошадь развиты! Ты просто-напросто верблюд недоразвитый! И знал, лишь в оксидобородый, что это животные разные породы. А что, если мы действительно рождаемся с разными возможностями определять, что такое чувство и воспринимать чувство? Вы знаете, о том, чтобы понять, что такое стихие в свое время, тысячи лет тому назад, мудрец Абрам Нагенет написал «Из четырех стихий все сущие сотворено!» Свидетельства о том будут наши сердца. Итак, разный вопрос. Сейчас это уже подготовка эксперимента, который будет проведен уже с живыми людьми, а не только с философами, как было первое на эстетии «Философия стихий» или «Стихия философов». И не только изучение книги Башляра, но с живыми людьми. Если взять каждому человеку, проверить его дату рождения, где находилась солнце в момент его рождения, и связать с той стихией, которая относится традиционно к этому знаку, и задать всем один и тот же вопрос. Что такое для вас эмоции? Что такое для вас стихии? Предшествовала, я забыла здесь сказать, предшествовала этому вопросу на прошлой конференции, здесь мой доклад о сравнительном участии файлеров в творчестве, при том, что лауреаты Нобелевской премии по своим стихиям действительно не равномерно получили Нобелевскую премию, при том, что в воздухе мы находим больше, чем два раза больше лауреатов Нобелевской премии в поэзии, чем, скажем, в земле. И это, естественно, воздух, в конце концов, как я говорила, стихия, связанная со словом, с логосом и конечным продуктом поэзии является что ни говори в словах. Но мало того, поэта огня, воды или земли, как писал Башляр, проверил, я это показала в прошлом своем докладе, служит передатчиками иного вдохновения, нежели поэт воздуха. Итак, вопрос, который вы задали непосредственно живым людям, звучит так. Ответьте, пожалуйста, какие для вас будут пять основных чувств но так как по-русски трудно определить, что такое чувство, потому что многие думают, что это ощущение, осязание, обоняние, было добавлено или непосредственно наших эмоций, кроме то, что называется патиоганных чувств. Назовите пять ваших самых важных чувств и вашу полную дату рождения. Более 1500 людей ответили на это, из них 1430 были признаны правильно и корректно заполнены. Люди были в возрасте от 12 до 90 лет, говорили на 14 языках из многих стран мира, но тремя языками основные мерканков были иврит, русский и английский. Мы при этом улучшили, что на всех языках, во-первых, экспериментально, какие же чувства, если мы разделим на категории чувств, а не просто то, что люди писали массу слов, разделим на категории, как-то там любовь, симпатия и, скажем так, предрасположенность относятся к любви. Если мы так рассмотрим, то, во-первых, на первом месте была любовь, 63% считают, что это основное, потом радость, счастье, гнев, груз, страх, успокойствие именно в таком порядке. Но главное было, что это, в общем, общая шапка, а можно разделить четыре и грудь, по стихии. Оказалось, что, во-первых, число участников, были добровольцами и ничего за это не платили, и кто не хотел, мог не участвовать. Из участвовавших оказалось, что в воде было на 15% больше, чем в земле, что, в принципе, и ожидалось изначально. Мы не могли этого знать. Были еще люди, которые писали просто, представители земли, писали некоторые, у меня нет эмоций, я не знаю, что это такое. Это были только главным образом представители земли и воздуха. Ни один представитель воды такого не написал. Ну, и, в общем-то, иллюстрация, предсказала, подтверждение к тому, что во всей этой предсказанной теории есть какой-то смысл, был статистический анализ. Статистический анализ производился по двум методам, ANOVA-PVALUE и HIS-QWER-PVALUE. Эти два анализа были приняты для того, чтобы проверить, являются ли четыре группы различимыми между собой. Оба анализа дали одинаковый результат, что эти группы различимы. Из 27 категорий различных чувств, которые мы сумели выделить из того, что люди отвечали, а люди отвечали совершенно разные вещи, так же, как те, что я сказала вначале, поэты, или так же, как философы. Когда были выделены эти категории, то оказалось, что в пяти из них нарушался полностью значимо принцип равномерного распределения. И когда эстетия из 27 нарушается, то статистические теории предполагают, что есть значимость. Значимость статистическая. То есть, не только, что до сих пор люди, такие, как Гарбашля или Карп Густов, предполагали, что мы действительно, извините за выражение, животные разных породы, то сейчас мы это видим, что такая возможность действительно существует. Вячеслав Михайлович, кто-то знает, и здесь Валерий Агамович это знает, что за четыре года работает, то, что был поднят огромный материал, пересмотрен, это дано большой опыт нам. И этот опыт, к тому же, есть еще, был проверен на частной жизни Сергея Сергеевича Прокофьева. Это человек, который вел уникальные дневники. В его дневниках была масса людей, о которых он писал, и которые писали о нем. И там тоже можно было выверить метафоры, как к нему люди относятся и как он относится к людям. И оказывается, что и там видно, что одни цены в нем только мышление, другие говорят, что у него нет чувств, потому что он земля, так писал Рихтер, третьи говорят, что он тоже медведи, то есть здесь мы имеем, например, представитель огня, явный дябелев, он представитель огня, он был писариум, он был двигатель силой, энергией Прокофьева. Стравинский, родившийся представитель стихии воздуха, беседовал с ним о философских темах, они больше всего говорили про философию и спорили об этом. Ясковский, родившийся в Тельце, как и Прокофьев, был его лучшим другом всю жизнь, они могли молчать и вместе играть. А Рихтер жаловался представителем воды, жаловался, что у Прокофьева не всегда вообще есть чувство, которое можно как-то выразить в музыке. Это только пример, но на самом деле кто прощет книгу про Сергея Прокофьева, и пятую главу книги «Картография эмоций» увидит это на примерах и на ярких метафорах садит людей. Я подхожу к концу. Вы знаете, мое любимое произведение с детства это тюма «Три мушкетера». Один-другой мушкетер. Книжка называется «Три мушкетера», но там есть четыре мушкетера. Все знают, что есть четыре. Если вы подумаете, почему она так долго живет в наших сердцах из поколения в поколение, мы поймем, что там у каждой стихии воздух – «Атос», вода – «Парамис», огонь – «Тартаньян» и земля – «Партос». Каждый имел свою роль в этой четверке. И именно содружество четырех этих словно различных типов и совместное уважение к нуждам один другого и создавало эту замечательную четверку. Значит, в эмоциях на сегодняшний день нету определений, но один из крупнейших представителей школы эмоций Арун Бензеев предполагал, что любая эмоция на самом деле структура, состоящая из четырех различных уровней. Это с одной стороны мотивация, поймите, что это огонь, познание, это соответствует воздуху, оценка действительности соответствует земле и собственное чувство, то есть эмоция определяется через чувство, а чувство и есть наша стихия воды. Но то, что Арун Бензеев утверждает, то только представление всех четырех уровней совместно и даст то, что называется структура. Я понимаю, что наблюдила у вас сегодня очень большим количеством информации. Я хочу сказать, что это только начало работы, но результаты очень многообещающие не только в плане теоретическом понять впервые, обосновать, что у стихий есть возможность существовать именно в четырех планах, а не только по уровню земли. И об этом я хочу процитировать гауреата Нобелевской премии Игорь 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 Если вы хотите стать настоящим физиком, а не высококвалифицированным ревесленником, вы не должны исключать возможности существования иных форм реальности, отличных от формы существования материальной действительности. «Вся последовательность моих книг проводила один другой, утверждала эту идею, усиляла ее, проводит ее главное, что есть соответствие между всеми этими идеями. Для меня сегодня это конец нашей короткой встречи. И я завершаю словами уже традиционно поэта богатой Ольгерской премии Томата Эрлиотта «В моем конце, мое начало». Это потрясающе сказано, потому что на самом деле Томас Эрлиот, уроженец определенного времени часа Феникса, на самом деле не знает его повторил слова из книги Сефер Литера, книга «Создание, созидание», дописанное патриарху Агаму, который родился в один из прошлых часов Феникса в очень особый период. Там говорилось в моем конце заключено мое начало, а в моем начале мой конец, и они связаны так, как искорка связана с тлеющим угольком. Для меня это сегодня конец исследования. Надеюсь, что для вас, и буду очень рады, если для вас это станет и начало вопроса, и начало более широкого исследования в этой области. Большое спасибо. Спасибо. Доктор Левен, спасибо большое за ваш scientific report focused на эмоции для людей. Спасибо. Кто должен поговорить очень коротко о этом? Может, Джорд, может, вы должны дать нам несколько комментов. Уважаемые господи, я вас слушаю на втором конгрессе. Удивительные темы, удивительные исследования. Всегда действительно много вопросов. Очень вам признательна за те материалы, которые вы нам представляете. Очень интересованы сегодняшние ваши выступления. И такой вопрос. В вашем исследовании пытались ли вы или будете планировать пытаться накладывать и сравнивать четыре стихи, о которых мы сегодня говорили, с четырьмя типами темпераментов человека? Если вы это уже сделали, то что получилось? Если планируете, то тоже хотелось бы узнать. Потому что мне кажется, что здесь тоже есть о чем поговорить. Спасибо. Большое спасибо за этот вопрос. Связь безусловно есть, потому что в стихии по-гречески темперамент связан со стихиями и связан со временем. Это общая связь всего. И темпо, и темперамент. Четыре темперамента – это четыре различных, в общем-то, проявления. В большой степени есть связь. На то, чтобы кто-нибудь сегодня, медики, скажут мне, что есть критерии количественные, как проверить, какой у человека непосредственно темперамент, оно пока не получается. Потому что я не нашла таких данных со стороны медиков. Понимаете? То есть, если Пашляр говорил, что, например, Поль Велюар – это ярчайший представитель огня, то я могу посмотреть его дату рождения. Да, он родился в стрельце. По моей классификации он тоже огонь. Если Пашляр не знает, он писал, что самый яркий представитель поэзии Земли – это Эдгар По, то я могла проверить свой способ отметить, кто он. Вот Козерог, вот действительно Земля. Есть совпадение. А как проверить мне с другой теорией у медиков, у психиатров, у которых нет ответа на это, я пока не знаю. Поэтому, в принципе, у кого-то есть возможности совместно. Так что это вопрос, если я задавал. Пожалуйста, следующее вопрос. Я не имею ввиду вопроса, потому что у меня была 4-часа сессия с ним объясняет это в деталях. Этоicked, удивительная, удивительная исследование. but I would just like to say that it is an absolutely perfect introduction to what we will be presenting tomorrow about the prenatal aspects of the Nobel Laureates that we were stimulated to write about because of Dr. Levin's amazing research. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. It's a new direction of civilization, about what I was talking about. And here the students must think about it, and recognize the new path. All right. If I could comment? Yes. Thank you. Maybe you should be. Thank you. 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 Thank you.